Везде тополин и пух. Залетает куда угодно. Даже наш жасмин разукрасил. То ли белые цветы, то ли вот... Буквально всё, всё, всё. Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои прекрасные зрители. Да, только в конце июня мне удалось поехать на дачу. Вообще, это видео, конечно, очень опоздало. Но когда вы увидите то, что было, вы меня поймёте. Я очень рвалась на дачу. Скорее от этого тополиного пуха, который летал везде, буквально везде. Не только укрывал дороги, асфальт. И так же он забивался в деревья. Попадал к нам в нос. Мы чихали. А жар от нагретого асфальта и каменных домов вообще был неимоверный. И держался всю ночь. И поэтому, конечно, я ждала как благословение дачу. Дачу, дачу, дачу. Но я, конечно, представляла, что за это время, за и май, и июнь, могло произойти с дачей. Тем более стояли такие тёплые дни, и шёл дождь. Что там могло быть? И всё-таки, честно вам могу сказать, что я увидела. Но я просто этого не ожидала. Это была катастрофа. Совершенно катастрофа. Но, впрочем, сейчас всё увидите сами. Дорогие друзья, вот мы, наконец, на даче. И посмотрите, весь участок в сныте, в травах. Не знаю, что с моей стильбой будет. Вот мой столик весь сныте. Вот, к сожалению, моя чёрная. Вы, к сожалению, видите, что осталась от моей чёрной, бузины чёрной, мадонна. Вообще ужасно, ужасно, ужасно. Вот такая травища на участке. Ну, с другой стороны, в этом году всё пышно растёт. А у меня мы только в первый раз приехали на участок. Вот наша баня скрывается. Заснытью. Ну, вот виноград мы немножко прочистили уже. Скамейку тоже сводили. Но ещё полно, 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 полно всего. Отцветают мои пионы. И колокольчики. Вот уже начали немножко грядку делаться. Всё равно. Везде всё заросшее. Проложили дорожку ногами до бани. Вот посмотрите. Что здесь нам делать? Вот она трава. Так, что у нас значит рыбка и колбаски. А колбаски у нас какие? Говяжьи и свиные. А, и картошечка в фольге. В общем, 33 удовольствия. Вот. Отмечаем открытие сезона. Поздновато, конечно. Когда травы полно вокруг, но всё равно открытие сезона. Что нам стоит дом построить? Очень прям аппетитненько. Ещё салатики. А мы в салатик сныть будем класть? Да. Обойдёмся, пожалуй. Желудки, 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 желудки. Были очень голодные дны, дны. И считали мы минутки, нутки, нутки, нутки до обеденной поры. Ой, всё равно как хорошо на даче. Ну пусть всё взросло, всё. Не знаю. Всё равно хорошо, правда? Да, что-то вкусно. Получилось? Мы там покупали колбаски. Называется Баварский. Ну, очень вкусные. Мы два раза сделали. Фирменные. Угу. Да. А вот смотри, я хочу сказать. У меня жасмин этот всегда поздно зацветает. Вот он ещё не зацвёл. Ну что, страшно? Я вам помещаю палку. Он только-только зацветает. Ну, хорошо, будет радовать. Да. И костёр. И шашлычок. Ну и каторку поднимем. Я больше каторку. Давай. Давай. Ну, помогай. Помогаю. Две каторку. Приятного аппетита. На 1 января. Да? Мы уже немножко пообрезали виноград, который здесь у нас есть. Ну и надо ухаживать не только за садом, но и приводить лавочку в порядок. Снова её красить. Да, работы очень много. Молочный коктейль с бананом. Мороженое бананом. И добавляем молоко. Всё? Нет. Мы насадку взбиваем 2 минуты. И получается вот такой пушистый коктейль. Мороженое не надо, да? Да. Всё. Прошу к столу. Чуть-чуть осталось. Обжариваю нарезанное куриное филе в течение 5 минут. На масле, на сковородочке добавляю сюда нарезанные предварительно вымытые грибы шампиньоны. И обжариваю уже с грибами опять 3-5 минут. И сразу... И сразу заливаю молоком. Должны довести до кипения. И теперь в закипевшие это мы кладём заранее отваренные макароны. Макароны мы положили. Ещё 3 минуточки. Я вынимаю, посыпаю всё сыром. Приятного аппетита! КОНЕЦ 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 Продолжение следует...